Первая очередь в руку строительство набережной включает в себя работы в рамках улицы Максима Горького, улицы Труда и гостиницы. По проекту, рассказывает прораб Кузнецов, набережная станет главным украшением города на Каме. Работы начались еще в средине июля. К Новому году, заверяют строители, первый этап реализации туристко-реаграционного кластера «Камский берег» будет завершен. На данный момент сейчас тоже производится демонтаж дорожных покрытий старых и получается вертикальная планировка изготовления под устройство брусчатки. Но до устройства брусчатки у нас будут сначала прокладываться все коммуникации, которые будут непосредственно здесь, на территории набережной. Это ливневая канализация, дренажные колодцы и плюс очистные сооружения. Железнодорожные шпалы обнаружили рабочие во время демонтажных работ. Здесь проходила железная дорога, годы войны по ней везли раненых в госпитали. А еще в 30-е годы здесь снимали некоторые эпизоды для легендарного фильма «Волга-Волга». Так что в Сарапуле есть что показывать и о чем рассказывать туристам. Сарапульчане уверены, как только набережная и центр города преобразятся, туристов станет еще больше. На самом деле, очень долгое время ждали, что набережная все-таки преобразится. Наверное, туристов больше будет. Город все равно лучше будет. А когда будет набережная, то будет очень замечательно. Реконструкцию набережной вкладывается не только республика, но и федерация. На развитие туристического кластера «Камский берег» из федерального бюджета уже выделено более 35 миллионов рублей. Проект очень большой. Мы только начинаем им заниматься. И первый транш получили на набережную. Следующий у нас сквер. Вообще, мы уже в этом году, что касается увеличения потока туристов, мы уже в этом году чувствуем увеличение примерно в три раза по сравнению с прошлым годом. И люди видят, что в город начинают ездить. Вот сегодня мы наблюдаем на пристани большое судно туристы, которые будут смотреть город. Желание специалистов сделать все, чтобы через 10 лет сюда, в бывший купеческий город, ежегодно приезжало до полумиллиона туристов. Светлана Буланова, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия».